Творческая студия проекта «Я хочу говорить» представляет приключения маленького космического кораблика. Далеко-далеко в космосе, на одной прекрасной планете, планете Плум, жил маленький космический корабль. Ему нравилась его планета, он любил наблюдать за Сатурном, как рождаются новые планеты, как вращаются галактики, светит Солнце и яркие звезды. У маленького космического кораблика был друг по имени Зеленый, который жил в кратере, он был очень капризным и все время прятался в своем домике. Каждое утро маленький космический корабль поднимал флаг, который весело развивался. Так проходили день за днем. И вот однажды маленький космический кораблик решил отправиться в путешествие по другим планетам и галактикам и посмотреть, кто как живет. На первой планете Мегаполис, маленький космический кораблик увидел странное существо, которое тоже летало, но не так высоко и быстро, как он. Кто ты? Спросил кораблик. Меня зовут Хейли, и я вертолет, у меня есть пропеллер и лопасти. Я тоже летательный аппарат, как и ты, но не могу долететь до звезд. Как же я хочу их увидеть. Я помогу тебе. Сказал кораблик. Звезды светят так же ярко, как и окна домов. Поэтому, когда ты будешь летать ночью над городом, представь, что ты летаешь среди звезд. Спасибо тебе, кораблик, и счастливого пути. Космический кораблик попрощался с вертолетом и продолжил свое путешествие. На второй планете маленький космический кораблик опять встретил летающее существо. И опять очень удивился. Ты вертолет? Спросил он. Нет, я попугай. Меня зовут Рио. Я тоже умею летать, но только среди деревьев, ем червячков и наслаждаюсь ароматом леса. А куда ты летишь? Спросил кораблик. Я лечу на концерт моих друзей. Они великолепно поют. Полетели со мной. Когда они прилетели, концерт уже начался. Субтитры сделал DimaTorzok Ах, как же славно и красиво пели птицы. У каждой птички была своя партия. Такого пения маленький космический кораблик никогда еще не слышал. Это было великолепно, сказал кораблик. Но мне надо уже улетать. И он полетел в другую галактику. Маленький космический кораблик отправился в другую галактику. На планету Буль-Буль, где к его удивлению никто не летал, а все плавали. Какая интересная красная звезда. Подумал кораблик, глядя на морских жителей. Никогда такой яркой не видел. Его заворожили пузырики, которые весело поднимались вверх. Какой удивительный подводный мир, воскликнул кораблик. Кто ты? Спросил кораблик. Меня зовут Шарк, и я рыба. Я живу только под водой, и ни разу не был в космосе. А сейчас, извини, мне некогда с тобой разговаривать. Я очень голодный и хочу перекусить. Приятного аппетита. Только и успел припнуть вслед кораблик рыбки. И наш космический друг полетел на другую планету. Какие приключения ждут маленького космического кораблика на следующей планете? Где ад побывает и с кем познакомится, узнаем в следующей серии. Продолжение следует. Маленький космический кораблик приземлился на планету Барбар. Тут были высокие горы и не менее высокие чудища. Не бойся меня, меня зовут Рекс, я динозавр. И хотя я выгляжу очень страшно, но в душе я добрый. У меня совсем нет друзей. Хочешь я стану твоим другом? Спросил маленький космический кораблик. Хочу. Обрадовался динозавр. И они стали лучшими друзьями. К сожалению, мне пора улетать на свою планету. В один день сказал маленький космический кораблик. Но я обязательно прилечу к тебе в гости со своим другом зеленым, вы с ним погружитесь. На прощание динозавр Рекс подарил кораблику красивый цветок. Его надо поливать каждый день и тогда он будет радовать тебя своей красотой и ароматом. До скорой встречи. Прорычал Рекс и помахал лапкой кораблику. Когда маленький космический кораблик вернулся на свою планету Плум, его там ждал его друг зеленый, флаг весело развивался, а звезды еще ярче светили. Наконец-то я дома. Конец первого сезона мультсериала «Приключения маленького космического кораблика». Продолжение следует...